СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ Справедливости ради надо сказать, что много проблем доставляют не только бродячие собаки, но и домашние питомцы, которые также нападают на прохожих. И как ни крути, спрашивать за агрессивное поведение животных нужно с людей. Продолжит Виктория Палкина. СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ В Ильгарте там большие населенные пункты, проблемы там огромные с собаками. Гуляют все равно собаки, по поселку гуляют. И иногда бывает, что и большие собаки с цепи срываются. Но разговариваем с гражданами, чтобы они содержали их. В Сыктывкаре гулять безопасно сегодня можно только в центре города. Об этом знают и сыктывкарцы, и гости столицы. Знаю, что в Максаковке их очень много. Там что-то прям бедствие. И вроде как слышала, что на Марково тоже жалуются, что там даже на машины кидаются. Мы вообще в Ильгарте живем, там собаки нормальное явление. Но тоже бегают. Но я не скажу, что, конечно, деревенские они менее агрессивные, наверное. А в городе я не замечала. По улицам ходишь, по центральным, спокойно. Глобальная уборка, которая прошла в столице Коми, в выходные в очередной раз доказала. У сыктывкарских собаководов очень низкая культура выгула своих питомцев. И коммунальщики, и сами горожане понимают. Вряд ли даже массовые субботники помогут решить эту проблему. Пока не будут ужесточены законы, во-первых. Во-вторых, пока не появятся специальные места для выгула собак. Ну и пока, наконец-то, ну тут, видимо, только после ужесточения законов и наложения штрафов, только таким путем можно приучить жителей, собаковладельцев убирать за своим питомцем. Выгул собак в городе категорически запрещен законом. На детских площадках, в местах, принадлежащих медицинским детским учебным заведениям, на пляже, на кладбищах, во время проведения каких-либо массовых мероприятий. Если вас и вашего питомца поймают на этих территориях, придется раскошелиться как минимум на 500 рублей. Только как показывает практика, доказать вину нерадивого собаковода уж очень тяжело. А значит, остается надеяться исключительно на порядочность тех, кто взял на себя ответственность завести четвероногого друга. Это детали дня. Тема эфира «Собачья доля. Что ждет бродячих животных?» Звоните нам, задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира 46 90 60. А я представлю наших гостей. Александр Артеев, первый заместитель руководителя администрации Короткировского района и Дмитрий Чебатарь, начальник отдела лечебно-профилактической работы и организации Государственной ветеринарной службы. Добрый вечер. Спасибо, что приняли участие в нашей сегодняшней программе. Итак, Дмитрий Сергеевич, первый вопрос к вам. Все ли руководители муниципалитетов уже отчитались главе КОМИ? Да, на сегодняшний день мы имеем полную картину о том, каким образом организована работа в муниципалитетах по решению вопроса с безнадзорными животными. В мосьми муниципалитетах эта работа проводится. Непосредственно проводится отлов животных. На сегодняшний день, за период 2017 года, отловлено более 300 особей безнадзорных собак. Это вот по всей территории республики? По всей территории республики, да, совершенно верно. А вот 300, по сравнению с прошлыми годами, 300 собак, это много или мало? 300 – это то количество, которое, в принципе, как и было в предыдущем году. В связи с тем, что у нас первый квартал года, он подготовительный этап проходит, заключаются аукционы, подыскиваются претенденты, которые непосредственно занимались бы отловом безнадзорных животных. И в дальнейшем мы наблюдаем картину, что в других муниципалитетах эта работа также организована, но по тем или иным причинам отлов не осуществляется. Получается, в оставшихся 10 муниципалитетах пока отлова собак нет? Пока отлова нет. Хорошо. Александр Анатольевич, вот что Вы прописали в своем плане, в плане Карткировского района по отлову бродячих собак? В 2017 году у нас заключено соглашение с Министерством Цельскохозяйства и Продовольствия Республики Коми на выделение субвенций в размере 197 722 рублей. Получается почти 200 тысяч рублей на год. Уже на 11.04. у нас первое соглашение по оказанию услуг по отлову и доставке, транспортировке безнадзорных животных уже осуществлено. 12 наших братьев уже доставлено в приют-трук, уже размещено там. И ждем остальных заявок от сельских поселений для осуществления данной услуги. Надеемся, что в ближайшее время эту работу осуществим. Да, мы это обязательно продолжим, эту тему. Сейчас у нас есть первый телефонный звонок. Алло, здравствуйте, представьтесь, откуда Вы звоните? Да, говорите. Вас очень плохо слышно. Говорите, пожалуйста, погромче и максимально коротко, в чем Ваш вопрос. У меня есть собака. Замечательно. Вопрос мой в том, что у меня собака, ей 12 лет. Я здесь хожу, гуляю, а сейчас Вы меня просите, чтобы я ее одел и на бордбик, и ошейник. Хорошо, спасибо. Спасибо, кстати. Хороший вопрос на самом деле. Давайте сразу мы определимся. Вот владельцы собак, вот у нас, допустим, в Сыктывкаре, в республике, правила выгула, вот коротко, ошейник, поводок, да? Расскажите, пожалуйста. Да, совершенно верно. Орган местного самоправления определяет правила выгула домашних животных, правила содержания домашних животных. Владелец животного с собакой должен выходить на улицу с поводком и с наморником, за исключением декоративных пород собак. То есть, вот эта вот частая очень картина идет человек по центральной, ну, допустим, по коммунистической улице в Сыктывкаре. Собака у него, ну, ладно, на поводке, но без наморника. Это правильно или неправильно? Без наморника это неправильно. Что в этом случае делать, допустим, мне, когда я встречу такого человека и посчитаю, что он может как-то мне угрожать будет, ну, его собака? Что мне делать в этом случае? В этом случае вы, во-первых, можете сделать замечание владельцу животного о том, что он выгуливает свое животное, во-первых, в неположенном месте, в каждом муниципалитете определены места для выгула домашнего животного. Во-вторых, вы можете обратиться в органы местного самоправления для того, чтобы были применены меры дисциплинарного взыскания с владельцем животного. Ну, давайте коротко. Какое наказание за это следует, и мы пойдем дальше? Наказание следует от штрафа административной от 200 до 1000 рублей либо предупреждения на усмотрение мирового судей. В Республиканском Роспотребнадзоре нам рассказали, что количество людей, укушенных животными, в последние годы растет. С чем сотрудники ведомства это связывают? Давайте посмотрим комментарий. Если за весь прошлый год по поводу укусов животными в медицинское учреждение обратилось 2460 человек, то если сравнивать квартал, который прошел, по крайней мере, на сегодняшний день есть только цифра первого квартала, количество обратившихся составило 527, что на 11% больше, чем в прошлом году. А с чем это связано? Я думаю, что это связано с тем, что все-таки работа с безнадзорными животными в муниципалитетах поставлена на недостаточном уровне. Ну вот, Александр Анатольевич, говорят, на муниципалитетах работа-то не поставлена на должном уровне. Согласитесь с этим? Ну, я с данным сказать не соглашусь, потому что муниципалитетами и сельскими поселениями делается большая работа по выявлению безнадзорных животных наших. Составляются административные протоколы. К сожалению, не все протоколы доходят у нас до воздействия. Граждане не несут практически ответственность за... Ну, давайте еще раз. Мы с вами до эфира поговорили. Давайте еще раз. Какая ответственность-то за это? Ну, нет административного ответственности. Должен быть закон. Закон, который обязывает наших владельцев домашних животных нести полную ответственность за содержание, за надлежащий уход за данными животными своими. И тогда они поймут, что если они выпустили собаку погулять во двор, и она нечаянно кого-то укусила, то они будут нести, мало того, что штраф административный, но еще и моральник. И потом, мы считаем, что комиссия должна будет работать на территории сельского поселения в администрации, и с вынесением уже административного штрафа. Либо предупреждения, либо штраф. Ну, то есть не через суд, а чтобы вот сама эта комиссия уже сама выносила эти штрафы. Конечно, да. Вот она уже, главное, на местах знают, то ли это добропорядочный гражданин, который случайно собака выбежала, тот убежал от хозяина, либо это систематически она гуляет, пугает прохожих, пугает административного сельчана и кусает, там, совершает противоправные действия уже хозяин в отношении к своим жителям. Когда будет достаточно серьезная штрафа на оказание, тогда будут уже внимательно относиться и к своим домашним животным, и к своим жителям. Хорошо, тема животрепещущая. Давайте мы примем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Дмитрий Сергеевич, вы согласны с мнением Александра Анатольевича по поводу того, что суды для вынесения штрафов в этой ситуации не нужны? Работать нужно напрямую. Ранее эта практика имела место быть. Работал 55-й республиканский закон. На уровне муниципальных образований работали административные комиссии, которые сами уже видели нарушения и сразу же штрафовали. Сейчас-то почему не так? На сегодняшний день действует 115-й республиканский закон и должностные лица органов местного управления наделены полномочиям оформлять протоколы абстрактивного правонарушения и уже в дальнейшем давать материалы дела мировым судям. Это дольше получается и не всегда суд может... Совершенно верно. Необходимо соблюсти определенную процедуру. Есть определенные временные рамки, за которые нельзя выходить, чтобы дело не развалилось просто-напросто. Сегодня наша съемочная группа вышла на улицы Сыктывкара и узнала у жителей города, насколько остро, по их мнению, стоит вопрос бродячих собак. Скажите, приходилось ли вам сталкиваться со стаями бродячих собак и вообще много ли их в Сыктывкаре, на ваш взгляд? Очень много. Приходилось сталкиваться, я их очень боюсь, потому что не ожидаешь, что они у них на уме. Я приезжая, но не приходилось. То есть, в принципе, сейчас смотрите на город собак бродячих у нас немного, да? Не видел. Немного и не надо их убивать. А почему не надо? Зачем надо людям относиться к ним лучше? А зачем это животных убивать? Не надо. Страшно ходить по улицам из-за них или все-таки их не так много? Страшно, очень страшно. Особенно, когда они все на тебя бегут. Сейчас собак стало меньше намного. Почти не видно, только маленькие собачонки. Ну, жалко. Подкармливаю их, и они мои друзья не кусаются. Дмитрий Сергеевич, ну вот сколько муниципалитетам выделено средств сегодня на отлов животных, и как они осваивают эти деньги? В 2017 году на реализацию этих полномочий бюджетом муниципальных образований выделено чуть более 8 миллионов рублей. Если мы будем возвращаться в 2014 год, когда эта работа только начиналась, муниципалитетам было выделено 4 миллиона 200 тысяч. То есть за три года из республиканского бюджета в два раза больше уже выделяется на эти цели и субвенции. Ну, вот средства выделяются, но люди-то продолжают жаловаться. Собак-то меньше стало? Люди, да, действительно жалуются. Динамика здесь более-менее стабильная. Мы не говорим о том, что ситуация усложняется. Все идет о планомерном режиме. Кто сейчас в муниципалитетах занимается отловом и утилизацией бездомных собак? Непосредственно муниципалитеты организуют эту работу. Вся нагрузка возлагается на подрядные организации, которые этим ведом деятельностью занимаются. Есть муниципальные бригады. Этот опыт у нас применим в городе Воркуте. И частные организации. Взвали предприниматели и юридические лица. Александр Анатольевич, вот расскажите в Крокеросе у вас, как выстроена работа с этими подрядными организациями по отлову? Взаимодействие ваше расскажите. Из соглашения о предоставлении услуг по отлову и транспортировке безнадзорных животных, ОСОО «Аракс», город Токар, в рамках соглашения уже в апреле месяце у нас выловлено и доставлено в приют 12 безнадзорных животных. Но, к сожалению, сумма 197 720 рублей очень мала. Ну вот, да, опять же, мы с вами до эфира уже успели поговорить. Так все-таки, сколько нужно денег именно Крокеросскому району, вот так вот, если это как в утопии говорить, чтобы все собаки были в приюте, ну или еще лучше нашли хозяева? Вот сейчас 200 тысяч есть. Сколько еще надо? Мы считали, что на сегодняшний день 600 тысяч рублей только на тот год, чтобы мы достаточно все построили. То есть в три раза больше? В три раза больше, да. Дмитрий Сергеевич, вот, как считаете, 600 тысяч рублей реально выделить Крокеросскому району сегодня? Районы, они работают в пределах республиканского бюджета Тарас, и они вправе направлять собственные материальные ресурсы и финансовые средства для реализации этих полномочий. Хорошо. А сейчас мы давайте прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Мы продолжаем детали дня, говорим сегодня о бездомных животных. И у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте. Да, представьтесь, откуда вы звоните? Меня зовут Анатолий, я живу врач в городе Сыскаре и работаю на улице Печорская. Да, Анатолий, ваш вопрос? У меня вопрос такой, я когда работал на Печорской, меня покусала собака, ну, устая собака, врач. А буквально через год там был случай, и покусали маленькую девочку. Мне вот интересно, вообще-нибудь ты решилась за счет этой девочки или нет? Но тут, я думаю, нужны какие-то фамилии хотя бы, хотя бы какие-то даты. Честно, я не знаю, я сам узнал эти новости по новостям, по телевизору. Дмитрий Сергеевич, сможете ответить на вопрос? В случае покусов, конечно же, необходимо сразу же обращаться в медицинские учреждения, для того, чтобы проведена была определенная процедура вакцинации человека, и сообщать уже орган местного самоправления с обозначением места дислокации этого животного, для того, чтобы была передана заявка исполнителю с целью проведения отлова. С целью выезда и проведения отлова по данному адресу. Но вот если бродячая собака явно агрессивная, что с ней делать-то в этом случае? Отлавливать? Необходимо отлавливать. К нам в редакцию обратились жители поселка Зимстан. Уже много лет они страдают от бродячих собак. Ситуация осложнилась из-за того, что подрядчика на эту работу найти долгое время не удавалось. Вот что деталь об дня рассказал руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан. Сегодня проблема с бродячими собаками в районе имеется. Особенно это касается поселков, крупных населенных пунктов. Если в небольших селах, в деревнях в меньшей степени, то такие населенные пункты, как Усть-Кулом, Зимстан, Юбадьяк. Конечно, у нас возникает много обращений жителей ежегодно по поводу бродячих собак. По-разному решаем и пытаемся штрафовать собственников и пишем объявления. Ежегодно объявляем по несколько раз аукционы на отлов собак. Но, к сожалению, в районе сегодня нет специализированной организации, которая этим занимается. А сыпевкарские, ухтинские компании не едут из-за небольшой стоимости и дальних расстояний. В этом году мы нашли предпринимателя, который готов будет участвовать в аукционе. Готовим сейчас документацию аукционную. И параллельно в рамках года добрых дел в Усть-Куломе мы будем строить вольеры. У нас выходят работники администрации, волонтеры. С тем, чтобы потом этот вольер передать предпринимателю для использования в отлове собак. Дмитрий Сергеевич, расскажите, кто контролирует работу организации по отлову животных? Где гарантии, что они действуют неварварскими методами? Непосредственно муниципальный контроль осуществляется за этой деятельностью. И очень нам помогают волонтеры и защитная организация. Непосредственно сразу же, если что-то идет не так, поступают сигналы в виде обращения. И мы уже выходим на муниципалитет и смотрим, в чем ослабл контроль. А вообще какие-то требования к этим организациям есть? Требования определены правилами по отлову содержания безнадзорных животных, которые были приняты в каждом муниципальном образовании. То есть это может быть какой-то простой мужик с ружьем, который пойдет отлавливать, отстреливать? Нет, регламентирован отлов, регламентирована транспортировка безнадзорных животных, куда необходимо безнадзорное животное поместить после отлова, в какой период времени будет содержаться это животное, и что в дальнейшем уже какие процедуры необходимо провести. Это и профилактические мероприятия, и по подысканию новых владельцев, либо владельца нерадивого, который на самом уголе оставил свое животное. Мы вернемся еще к этому вопросу. А сейчас давайте попробуем принять еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Так, это Печорского района, поселок Кожево. Да, как вас зовут? Так, мойка Валерий Николаевич. Валерий Николаевич, ваш вопрос. Так, у нас, как вы понимаете, я понял, собак должны были отлавливать. У нас решили муциалитет попроще, они наняли, ну, это подрядчика, и у нас в поселке травят собак. Уже отравили больше 25 штук. И половина домашних. Меня вот этот вопрос интересует. Вот за это отравление кто будет нести ответственность? Потому что собаки помирают, мучаются, дети видят, взрослые видят, ходят, как они мучаются от этой отравы. Хорошо, спасибо за вопрос. Ну, Дмитрий Сергеевич, опять-таки. Дугхантеры вот эти песловутые, как от них оградить и домашних животных, и вообще вот их методы, как с ними бороться? Ну, для того, чтобы определить, кто отравил животное, это не входит в компетенцию министерства. Это уже другие органы должны этим заниматься. Для того, чтобы свое домашнее животное не отравилось, это, опять же-таки, необходимо проводить, выгуливать животного на поводке, лапы обмывать после прогулки, чтобы животное не слизывало, даже если произошел контакт с отравляющим веществом, и себя тем самым обезопасить. А вот часто ли поступают вот такие же жалобы, как вот от нашего звонившего? Часто ли в республике действуют Дугхантеры? Информация эта проходит, да, у нас имеются факты отравления животных. То есть случаи у нас бывают, да? Случаи бывают, да. Сегодня мы побывали в одной из ветеринарных клиник Сыктывкара и узнали, сколько стоит стерилизация животного. Если говорить именно о женском поле, да, то стерилизации от 1800, это кошки, да, и собак в зависимости от веса до 5000. То есть тоже от 1800 до 5000, это гигантские породы уже, которые, на них затративается очень много наркоза, материала и все остальное, поэтому стоимость выше. Но вот до 5000 стерилизации, а сколько вообще стоит отлов собаки и содержание ее в приюте? В соответствии с методикой расчета субвенций, которая утверждена 115-м Саполиканским законом, средняя стоимость услуг в 2017 году на отлов и содержание одной собаки варьирует в пределах от 2500 до 5000 рублей. Но здесь необходимо учитывать, что помимо отлова и стерилизации, методика присумевает расходы и на транспортировку животных, и на оказание ветеринарной помощи, и на поддержание надлежащих условий жизнедеятельности. Со своей стороны мы контролируем органы местного управления о расходовании этих субвенций, ежеквартально проводим мониторинг. Ну то есть вот эти все... Одна собака очень недешево обходится? Совершенно верно, это недешевое удовольствие. Сейчас давайте примем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте. Как вас зовут? Когда-то, лет 15 назад, я занималась сметой по отлову собак. В смету входило что? Отлов собаки, перевозка ее, передержка, потом, скажем так, медикаментозное ее умерщвление, если собаку не забрали, и ее, значит, погребение. Так вот, для того, чтобы утилизировать трупы собак, нужно было выделить определенное место. Я хочу сказать, что вот эта вся процедура, она очень недешевая. Ну о чем мы сейчас говорили? Все верно. А вот где сейчас утилизируются собаки, и как вообще это проводится? Уже называйте вещи своими именами конкретно, а то ходите вокруг да около. Спасибо. Вполне конкретный вопрос, Дмитрий Сергеевич. Ну вот расскажите, как у нас с этим дела обстоят. Утилизация трупов животных, она проходит в соответствии с правилами по уничтожению сбора, утилизации биологических отходов, это ветеринарные правила. Уничтожение допускается только в специализированных печах, либо в специально отведенных местах определенных органами местного супруга. У нас в республике сколько таких мест? В каждом ли муниципалитете есть такие места? В каждом муниципалитете есть такие места. Какие-то требования, определенные к этим местам, предъявляются? Требования предъявляются, да, вот они как раз в этих правилах и определены. Если у нас, по примеру, траншеи закладывается определенный горючий материал, затем происходит непосредственное уничтожение, либо специализированная печь, уже там непосредственно происходит уничтожение трупов животных. Александр Анатольевич, расскажите, на Ваш взгляд, как сегодня наиболее эффективно вообще можно решить проблему врачих собак? Стрелизовать, отпускать на волю или до конца их дней отправлять в приют? Как показывает практика, к сожалению, по отлову животных без надзора, получается, что мы одних из наших домашних животных ловим по 2-3 раза. Поднищаем в приют, потом возвращаем. Практически мы... То есть хозяева теряют, так скажем, теряют их не один раз? Они теряют, находят, да, потом не несут никакой ответственности, государство тратит деньги практически впустую. Пока не будет практики, пока не будет административного кодеса, который определят сумму наказания, пока не будет ответственности граждан, пока не произойдет у нас в законе обязанность индексифицировать каждого животного домашнего, чтобы был на учете. Чтобы хозяева несли ответственность. Либо там будут они купировать, либо там будет терроризовать. Либо они будут уже вставить, ну, вижу, единый сельхозналог. Ну, нужно даже платить хозяева. Тогда будет порядок. Я считаю, что вот это иначе мы будем... То есть каждое животное нужно чипировать? Конечно. Да, обязательно. Это решит проблему? Это решит проблему, во-первых. Во-вторых, мы будем знать в каждом хозяйстве, каждый глава знает, сколько у него собак на территории, сколько у них безнадзорных. Это и появляется. Но вот мы отправляем в приют. Тем более, желательно, кому в каждом муниципалитете иметь свой приют. У нас в 2015 году была попытка создать приют. Но, к сожалению, нам ложились интересы на федеральные земли. Предприниматель не смог до конца решить вопрос по земле. Но у нас в Селевизябаш мы планировали выделить место под приют. Но тут логичный вопрос возникает. А сколько стоит чипировать одно животное? Ну, давайте возьмем цифру, что 49 тысяч рублей мы заплатили как бы у Аракс на отлов и транспортировку. 12 животных. То есть 4 тысячи рублей у нас обошлось транспортировкой одного животного. А чипировать сколько стоит? А чипировать, как наши специалисты сказали, это 2,5 тысячи рублей. Хорошо. Вот в республике есть зоозащитные организации, которые помогают бездомным животным. Давайте послушаем мнение волонтеров. Наше мнение, что после стерилизации собаки должны жить в своей среде обитания. 15% из них это маленькие котята, щенки, собаки, которые болеют, собаки агрессивные и калеки. Они остаются в приюте. Допустим, щенков можно пристроить. Агрессивные собаки, они остаются на пожизненное содержание. Калеки и больные животные тоже. Отпускать обратно на волю стерилизованных собак это, как говорят многие эксперты, может быть решением проблемы. Во-первых, они не приносят приплод. А во-вторых, не пускают на свою территорию новых животных. Это метод искусственного состаривания стаи. Он давно уже известен и опробирован в Европе и ряде стран Азии. Как бы то ни было, в России на федеральном уровне нет закона, который бы регулировал решение проблемы бродячих животных. И сейчас у нас на связи по телефону зоозащитник Илона Соколова. Илона, вы меня слышите? Да, здравствуйте. Илона, ну расскажите, вот сейчас в скором времени должен быть принят федеральный закон, который регулирует деятельность, вот, ну всю эту деятельность с бездомными животными. Насколько он сегодня вообще нужен и актуален? Ну, знаете, необходимость федерального законодательства в сфере обращения с животными, конечно же, нужен. Ну, я думаю, пояснять никому не надо. Более того, что этот закон мы ждем уже с 2000-го года, сегодня на дворе он в 2017-й год, ничего нет, соответственно. А вот что конкретно должно, что вы так ждете в этом законе, что он должен изменить? Ну, я сейчас вам могу очень долго рассказывать, что в этом законе должно быть на самом деле. Ну, основные самые моменты? Ну, основные, самые основные моменты, ну, во-первых, ответственность владельцев, во-вторых, конечно же, мера ответственности, да, людей, которые наносят вред или убивают животных, в-третьих, наверное, главное, да, что должно содержаться в законе, это то, какие органы конкретно отвечают за ситуацию, да, с безнадорными животными, вообще за обратение животных. Ну, вот есть же республиканский закон, неужели он не справляется? Ну, вы знаете, я о таком законе не слышала, если честно, у нас есть статья в законе административной ответственности, да, в республике Коми, статья 8.2, все. Я осенью 2016 года вносила предложение на одном из совещаний, на одном из круглых столов, да, в Государственном совете, в Государственном совете республики Коми, о том, чтобы этот закон появился, но, к сожалению, мое предложение не нашла поддержки ни среди депутатов, ни среди, не у председателя. Хорошо, Илон, расскажите, вот вы как зоозащитник, ну, мониторите ситуацию по всей республике. В каких муниципалитетах сегодня в республике Коми хуже всего обстоят дела? Ну, я вам скажу так, что, в принципе, хорошо нигде нет, плохо, совсем, совсем, совсем плохо, это, конечно же, районы, да, это сельские поселения, я прекрасно понимаю, почему, потому что средств у них, у самих нет. И говорить о том, что муниципальные образования могут собственные средства вкладывать, ну, как бы, мы все прекрасно понимаем, что у них их просто нет. Вот. Количество сельского населения уменьшается, уменьшаются налоги, бюджет у местных, как бы, у сельских поселений, он минимальный, поэтому здесь нужно принимать, наверное, решение республики. Я вам скажу, что, например, Ну, хорошо, Илон, давайте вкратце еще, что все-таки делать с бездомными собаками? На ваш взгляд? Ну, что делать, что делать? Делать, уже много раз мы об этом говорили, и у вас в эфирах, должны быть приюты, если это, допустим, сельские поселения, то может быть, не там, как-то один на несколько районов, да, поблизлежащих. Приюты должны быть нормальные, европейского уровня, а не то, что делается сейчас. Потому что сейчас, и волонтеры прекрасно эту ситуацию видят, и эти подрядные организации, где нет специалистов по отлову, вообще непонятно, какие люди занимаются отловом, непонятно, какие условия они привозят этих животных. Я говорю сейчас про печору, например, про вуктыл, я говорю сейчас. Я сейчас могу перечислять много муниципальных образований, где просто патовая ситуация, люди это видят, они звонят, они пишут, жалуются. Это, конечно, безобразие. Во-вторых, насколько я знаю, нам федеральная заградация говорит то, что мы должны оказывать мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, а вот насчет их экстаназии и утилизации, по-моему, такого поручения не было. И это несколько попахивает превышением полномочий. Хорошо, Илона, спасибо вам за то, что вышли к нам сегодня на связь. Ну что, Дмитрий Сергеевич, согласитесь с мнением зоозащитников? Для решения проблемы обрадящих собак мы видим это комплексный подход. Комплексный в чем? Отлов это не самоцель, это уже последствия. Начинать нужно с человека. В первую очередь, работу, которую мы проводим, проводит министерство, это информационно-разъяснительная работа. Мы уезжаем на места, общаемся как с исполнителями, так и с подрядными организациями. И начинать необходимо с наших детей. Начинать буквально с школьной скамьи учить детей ответственному отношению к животным. Профилактики безнадзорности животных. Необходимо наших детей правильно учить, как вести себя при встрече, при неизбежной встрече с животным на самовыгуле. Необходимо доводить информацию до людей об правилах, которые приняты на территории соответствующего муниципального образования и какая возникает ответственность при нарушении этих правил. Основным направлением уменьшения предельной численности безнадзорных животных является чистка районов от кормовой базы. Не будет кормовой базы и это приведет к снижению популяции безнадзорных животных. Так весь мусор то все-таки собака найдет? Собака совершенно найдет. Есть еще такая тенденция как подкармливание безнадзорных животных людьми. Это тоже нужно ликвидировать. Александр Анатольевич, вы сказали, что чипировать нужны собак. Помимо чипирования еще есть какие-то способы снизить количество безнадзорных животных? Что бы вы посоветовали еще? Когда появится ответственность, тогда не будет безнадзорных животных. Мы все-таки когда выловим всех и транспортируем, то уже хозяева будут бережно относиться. человек должен отвечать за себя и за существо, которое взяло себя на попечение. Когда мы будем более ответственно относиться, эта собака бродит, будем социально ответственны, будем сигнализировать вовремя, чтобы не приводить к укусам наших детей, нашего населения. И, естественно, волонтерское движение, профилактика. Я коллегу поддержу, что надо говорить об этом. Говорить о том, что каждый человек отвечает за существо, которое взяло себя на попечение. Хорошо, на этом мы сегодня и закончим. Это были детали дня. Напомню, сегодня мы говорили о проблеме бездомных животных. Завтра смотрите детали дня личный прием. На ваши вопросы ответит руководитель администрации Уссилимского района Алексей Поздеев. Всего доброго. Увидимся.